И самое главное, как удобно, к любой своей бредятине вставляешь пометку о многочисленных ученых и вуаля! Перед нами уже не горячечный бред, а научная концепция! Всем привет! Меня зовут Павел и вряд ли я сейчас кому-то открою глаза, сказав, что достаточно часто на телевидении, в газетах, в социальных сетях, на ютубе Различные странные личности пытаются доказать, что только их точка зрения верна Я вот периодически этим страдаю И черное на самом деле белое, круглое, квадратное, отсутствие свободы, лучшая свобода и прочие прелести И зачастую ты изначально понимаешь, что человек несет какой-то псевдонаучный бред Но подается он с таким опломбом, уверенностью и порой математической выверенностью, играя на правильных струнах нашей психики Что через пару минут эти доводы уже не кажутся такими уж странными Ближе к середине речи ты начинаешь сомневаться в правильности собственных суждений А в конце ты вообще с удивлением обнаруживаешь себя членом секты, участником митинга за запрет интернета И начинаешь активно бороться с мемасиками ВКонтакте и тлетворным влиянием американской разведки Отработай деньги Госдепа Готово! При этом к различным приемам манипуляции сознанием прибегают не только журналисты и политики, вливающие нам в уши нужную информацию Но и самые обычные люди И как бы обидно это не было осознавать, но иногда этими самыми знатоками, несущими железобетонную уверенностью какую-то ахинею, являемся мы сами Ну я, конечно, ты и нет Ты всегда идеален Для того, чтобы не попасться на удочку красивых слов и сохранить критичность своего мышления В момент, когда очередной правдолюбец начинает в трибуны верещать о необходимости возвращения домостроя и жизни только по ему ведомым понятиям Неплохо бы научиться распознавать логические ошибки и несостыковки и знать врага в лицо Хотя тетю Люсю из пятого подъезда ты все равно ни с кем не перепутаешь Естественно, когда речь заходит о каких-то важных вещах, которые касаются большого количества людей И особенно если мы не просто диванные критики и мамкины психологи А журналисты, политологи, экономисты, политики Аргументации «Меня зовут Паша» и «Я так думаю» бывает недостаточно Удивительно, почему? Я же представился Вполне логичными являются ссылки на каких-то авторитетных людей Вот, посмотрите, целый ряд специалистов придерживается подобной точки зрения Мы рассуждаем о реформе образования и вот, пожалуйста, что думают об этом другие педагоги с большим опытом Говорим о лечении болезни и вот выкладки из последних медицинских исследований Но очень часто в качестве эксперта выступает человек, который вообще никакого отношения к предмету спора не имеет Но его имя достаточно известно, чтобы его можно было впихнуть в середину речи и у слушателя сложилось впечатление Нифига себе, ну раз даже он его поддерживает Глупо спорить, что Алла Борисовна Пугачева является уважаемой фигурой в российском шоу-бизнесе Но когда мы говорим о процессорах и пытаемся выяснить плюсы и минусы Core i7 Заметки из серии Пугачева, Роналда, Шарапова остались в восторге от продукции Intel Выглядят очень странно То, что Intel не заплатили мне за рекламу, еще более странно Поэтому лучше всего на роль авторитета подходят ученые Но когда с твоей теорией ни один специалист в этой области не согласен Вполне можно кивнуть и в другую сторону А, в другую Во, со мной согласился профессор МГУ, зав кафедры русской филологии, автор многих статей и научных работ Я правда рассуждаю о возможностях внеземной жизни, но он же все равно профессор Ну, может быть тогда тебе и операцию на открытом сердце будет проводить доктор математических наук Он все равно же доктор И вот тут можно дополнить наш первоначальный термин Апелляция к неуместному авторитету Пытаясь доказать, что ты неправильно воспитываешь своих детей Моешь посуду, готовишь борщ, дышишь Мама указывает на дядю Васю, который с ней полностью согласен И вот это уже серьезный аргумент Действительно, как с ним можно не согласиться? Ведь все же в деревне знают, что Василий ловит самых лучших раков Правда, не совсем понятно, с чего это вдруг Его компетентность в вопросах рыбалки автоматически делает его знатоком семейной жизни Но на всякий случай я бы его словам прислушался А вот Эйнштейн считал, Дарвин верил, Ньютон думал И дальше приводится высказывание ученого мужа Которое никакого отношения к его прямой научной деятельности не имеет Ну и велика вероятность, что они вообще никогда подобных фраз не произносили Ну, знаете, типичная проблема всех этих красивых цитаток из ВКонтактика Господа, да о чем тут рассуждать? С нами сам премьер-министр согласился И что? Он что, ошибаться не может? О чем это я? Не сажайте Всегда правы, все хорошо Вперед Но гораздо чаще люди даже не запариваются с поиском доказательств своей точки зрения в работах конкретных исследователей Зачем? Ведь есть Ученые считают Многие исследователи верят Различные научные работы утверждают Какие? Различные Фамилии ученых, я думаю, тоже бессмысленно спрашивать Попросите подобного оратора назвать хотя бы парочку подобных исследований Слишком много Пугачевой для одного ролика И самое главное, как удобно К любой своей бредятине вставляешь пометку о многочисленных ученых И вуаля Перед нами уже не горячечный бред, а научная концепция А когда за твоей спиной стоят толпы безликих ученых, политологов, умных людей Если мы говорим о семейных спорах Чувствуешь себя гораздо увереннее Наблюдатели полагают, эксперты считают А ты все еще не веришь? Я, конечно, могу сейчас потратить полчаса своего и вашего времени Объясняя банальные истины Но вы же не дураки Ведь не надо быть гением, чтобы понять Только идиоты не догадываются Ты же не идиот Только наивный человек без критического мышления может считать Вот видите, вам дали шанс И вы можете согласиться с моим мнением И тем самым примкнуть к нашей тусовке Умных, нормальных, адекватных людей А можете попытаться поспорить Тем самым уронив себя в глазах собеседника Ведь только дураки с этим не согласятся Вы еще даже рот не открыли А вам уже намекнули Недвусмысленно так Что есть мнение нормальное и тупое И человек сидит у телевизора Хм, ну я-то явно не тупой Поэтому, наверное, соглашусь с ведущим Так и запишем Не тупой Человек, использующий данный прием Всеми силами пытается доказать Что он всего лишь рупор И озвучивает не свою точку зрения Я-то всего лишь мелкая сошка А мнение некоего большинства Именно поэтому речь подобных персонажей Переполнена местоимениями Мы, наши Наши дети Мы должны Мы обеспокоены Мы выступаем против Ты и кто? Все та же Люська из пятого подъезда? Или все-таки в этот раз и Вася к вам присоединится? Каждый россиянин Или ты не патриот? Любая женщина Взволнованная общественность Из этой же серии Люди говорят Какие? Сколько их? Дайте мне посмотреть в их лица Кого очередная картинка из интернета оскорбила? До 50% граждан нашей страны А поточнее 1 или 2% Это все еще до 50% Или все-таки 49% Давайте все же уточним Но они не уточнят Давай, Алл Крикну! Алла, две стишины! В этом видео я затронул только верхушку Айсберга манипуляции Уверяю вас Существуют и гораздо более изощренные приемы Если вы хотите, чтобы словарь юного манипулятора Вылился в некую серию роликов То давайте договоримся Набираем под этим роликом 5000 лайков И тогда я понимаю, что данная тематика вам интересна И начинаю работать над следующим роликом Ну а пока я желаю вам всего самого хорошего Напоминаю, что у меня есть инстаграм Я ни на что не намекаю Подпишись АСМР И встречусь с вами уже в следующий понедельник А, да, еще я стримы провожу по четвергам 8.00 Поэтому тоже можете со мной пересечься Ну а пока Пока Вот видите Вам дали шанс И вы можете согласиться с моим мнением И тем самым прикнуть к нашей тусовке умных, адекватных Забыл еще какое-то слово людей Субтитры сделал DimaTorzok